Сегодня ночью в течение часа под покровом густой уральской тьмы парочка воров обчистила два магазина торговой сети «Пятерочка». Началась эта цепь беззаконий в 2.40 ночи в торговой точке на Комсомольской 6Е, в которую воры вторглись, разбив стеклянные двери. Вероятно, злодеи догадывались, что их будут снимать в кино с нескольких видеокамер, потому надели на головы капюшоны и маски, так полюбившиеся во времена девятнашки. Парни, а судя по телосложению это были точно не дамы, сразу же проследовали к сигаретной витрине и за 65 секунд опустошили ее в заранее приготовленный довольно-таки вместительный пакет с ручками. Наш источник сообщил, что помимо табака воры потырили еще и элитный алкоголь, после чего покинули место преступления через ту же самую разбитую дверь. Прошел ровно час, и в 3.40 ночи камеры зафиксировали налет на другой магазин «Пятерочка» на улице не по сезону июльской, 39, корпус 1, что в пионерском поселке. Те же это были налетчики или какие другие, по маскам и капюшонам не определить. Но их тоже было двое, ну и в принципе от комсомольской до июльской за час добраться можно было легко, даже пешком, а если постараться, то даже и ползком. В этот торжеще преступники проникли не через дверь, а через разбитое окно. По аналогичной схеме сразу же набросились на сигареты, отправляя их в пакет, ну и параллельным курсом хапали алкашку и бритвенные станки. Ну все, что под руку попалось. Отработались тоже быстро, в пределах минуты. Очевидно, это опытная тать, знает за какое время на сработку прилетают чоповцы. Сколько они нанесли урону, двум магазам не сообщается. Но сколько бы ни было, все равно это ущерб. Главное, чтобы торговцы его не переложили на плечи покупателей. А в остальном, руководство торговых точек наверняка напишет заявы в полицию, и сигаретных воров будут пытаться искать, и может быть даже найдут. Может это какие-то известные органам злодеи. Да, их физиономии рассмотреть сложно, но можно ориентироваться на манеры, на повадки, на походку, на одежду, да мало ли. Нападение на сигареты в супермаркетах, это же далеко не первый случай в Екатеринбурге. У безопасников наверняка есть свои базы данных, система распознавания. Опыт в этом деле накоплен огромный, так что шанс найти злодеев есть. Хоть в капюшонах, да хоть даже в парашютах.